Прямо сейчас мы поговорим с полковником запаса генштаба ВСУ и военным экспертом Олегом Ждановым о преимуществах НАСАМС-Айрис-Т, которые поступят на вооружение ВСУ, подрыве Крымского моста и вероятности вторжения пехоты со стороны Беларуси. Приветствую вас, Олег. Здравствуйте. Давайте начнем с Рамштайн. Я сейчас не о музыке. Если процитировать Йенса Столтенберга, то усиление противовоздушной обороны Украины станет приоритетом военной помощи стран НАТО. Так заявил вчера генеральный секретарь, собственно говоря, этой организации. Расскажите о том, какая помощь сейчас выделяется Украине и в чем ее преимущество. У нас запланирована была передача четырех комплексов ИРИСТ и передача восьми комплексов систем НАСАМС. Но это растянулось во времени и, в принципе, ИРИСТ мы должны были до конца года получить. Первую в сентябре, кстати, еще должны были. А НАСАМС должны были тоже две в этом году и четыре в следующем. Сейчас эти все сроки смещены практически до конца года. И уже первый комплекс ИРИСТ уже передан Украине, он уже в Украине. Плюс другие страны, Франция еще нам даст системы ПВО, Голландия даст ракеты, и Британия даст тоже ракеты для существующих комплексов НАСАМС. Так что основное и было принято решение, что в рамках программы перевооружения нашей армии на западные образцы вооружений НАТО поможет нам в ближайшее время создать глубоко эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны в Украине. В том числе за пример берется израильская система ХЭЦ-3, рассматривается, либо же Патриот. Я правильно понимаю? Да, вы абсолютно правильно понимаете. Вполне возможно, что будут рассматриваться либо израильская система, либо американская. Олег, расскажите, пожалуйста, а в чем преимущество НАСАМС от ХАЙМАРС или наоборот? Мы много говорили о том, что ХАЙМАРСы практически идеализируются в Украине в данный момент и особенно пугают российских новомобилизованных солдат. Расскажите, пожалуйста, подробности простому обывателю. В чем их отличие? Ну, вообще-то это два абсолютно разных вида вооружений. Система ХАЙМАРС — это реактивная система залпового огня или в английской аббревиатуре MLRS. И она была сделана в 1994 году. Это по итогам войны в Персидском заливе. Кстати, она из всех MLRS самая слабая по огневым возможностям, потому что это единственная система, на которую одевается один пакет, в котором находятся шесть боеприпасов. Дальность стрельбы этой системы может составлять до 75 километров. Она высокоточная, то есть точность попадания на 75 километров составляет плюс-минус 3 метра. Так что это реактивная система залпового огня для борьбы с открыто и укрыто расположенной живой силой и техникой противника. Вот ее основная задача. Что касается системы НАСАМС, это противоракетная система. Это оборонительное вооружение. Она относится к системе ПРО среднего радиуса действия. У нее по дальности она может поражать цели до 40 километров. По высоте она может поражать цели до 20 километров. Одна батарея, три пусковых установки, 54 ракеты. Одновременно может сопровождать, по-моему, если я не ошибаюсь, до 250 целей. Вот что такое система НАСАМС. Это совместное производство Соединенных Штатов и Норвегии. Ну, кстати, для системы НАСАМС не менее раскрученная, чем Хаймарс. Просто Хаймарс, как огневое средство, она помогла нам получить преимущество, огневое преимущество над вооруженными силами Российской Федерации. И помогла нам начать коренной перенулом в ходе нашей кампании. Ну, а система НАСАМС, она не менее знаменита. Ну, чтобы вы понимали, когда в Соединенных Штатах объявляется повышенный уровень террористической угрозы, то на лужайке возле Белого дома разворачивается именно система НАСАМС для прикрытия этого объекта с воздуха. А еще появилась сегодня информация, что США, раз уж вы сказали про Белый дом, пугают Путина противобункерной ракетой. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Есть ракеты, те же самые томогавки в противобункерном исполнении. По разным тактико-техническим характеристикам они могут пробивать до нескольких метров бетона и взрываться в середине бункера. То есть они дают, а если используется головка в термоядерном исполнении, то тогда по некоторым характеристикам они могут преодолевать до 60 метров бетона или твердых каменных пород. То есть Соединенные Штаты дают понять Путину, что ни один бункер ни в Геленджике, ни на Валдае, ни где там еще у него около 12 резиденций, не спасет его, лично его, если он попытается применить оружие массового поражения. Но не только ракеты есть на вооружении у российской армии. Последнее время используются еще и дроны. Сегодня New York Times сообщила со ссылкой на высокопоставленный израильский источник, что еврейское государство передает Украине разведданные об иранских беспилотниках, которыми Россия пользуется на войне. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я думаю, что в принципе это вполне возможно. Дело в том, что Израиль тоже заинтересован в том, чтобы научиться бороться с этими дронами. Потому что сегодня Иран передает дроны России, и они бомбят наши города, а завтра это может произойти и у вас. Поэтому в этом плане обмен разведывательной информацией вполне, на мой взгляд, приемлем и необходим. Кстати, есть информация, которая, правда, требует проверки, что заводы по сборке вот этих дронов Шехет-136 могут находиться в Дамаске, Сирия, и могут находиться в Таджикистане. Но эта информация требует проверки. Еще один вопрос, который нас интересует в последние дни, это вступит ли Беларусь в войну после того, как Лукашенко заявил о том, что формируются совместные региональные группировки российских и белорусских войск? Ну, вероятность такая существует, ее нельзя сбрасывать со счетов, но мы на сегодняшний день считаем, что она очень мала, буквально близка к нулю. Почему? Потому что Лукашенко делает все, чтобы снизить боеспособность своей армии и лишить ее запасов. Он передает боеприпасы, технику длительного хранения российской армии, и он даже разрешает российским вербовщикам нанимать белорусских военнообязанных для участия в войне, в частности, в составе частных военных компаний. Они хоть и незаконны в России, но они воюют. И довольно активно воюют. И по данным на июль месяц, около 13 тысяч белорусов завербовались для участия в войне на стороне Российской Федерации в качестве наемников. А что же насчет мобилизованных в самой Российской Федерации? Они бегут с поля боя, так вы, кажется, сказали в своем недавнем эфире на Ютьюбе. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну вот вчера, кстати, появилось видео, рекомендую. Там пять мобилизованных рассказывают о себе уже в лагере для военнопленных. Они пришли на позицию, на которой валялось оружие, брошенное убежавшими перед ними мобилизованными. И они пробыли на этой позиции сутки и на следующий день пошли сдались в плен. Кстати, вчера произошло событие на Херсонском направлении, группа более 60 человек сдалась в плен. Люди абсолютно неподготовлены. Рекорд Украины, ну как бы, как рекорд, такой печальный рекорд. Значит, шесть суток с момента вручения повестки и до момента пленения в Украине. Это было 21 сентября, вручили повестку, 27 сентября он уже был у нас в плену. Но здесь это он был захвачен. И второй такой печальный рекорд, это четверо суток с момента вручения повестки до гибели в Украине на Харьковском направлении. Люди абсолютно неподготовленные, с ними никто не проводил никаких занятий. Они вручили оружие, посадили их в эшелон, привезли в Украину, привезли на позиции, сказали, все, вот здесь занимайте позиции. После первого огневого налета их днем с огнем там найти невозможно. Они просто либо разбегаются, либо идут. Кстати, вот эта группа, которая на Херсонском направлении сдалась, им даже пришлось убить младшего командира, потому что он пытался мешать им пойти и сдаться в плен. Ужасная информация. Благодарю вас, Олег, за ваш комментарий, за то, что нашли время. К сожалению, времени в нашем эфире больше не осталось. С нами был военный эксперт из Украины, полковник запаса генштаба ВСУ Олег Жданов. Все остальные вопросы обсудим с вами в следующий раз. Спасибо большое. До свидания. До свидания.